Все причастницы его жертвы, не только причастившись, но и всей жизнью. Почему оказались? Потому что сегодня этот день, который назначен был Евхаристией, главный день, который Христос заповедовал причаться всем. В четверг в Москве в Храме Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию святителя Василия Великого. Наиболее важный молитвенный текст этого дня — гимн «Вечери твоя тайна днесь». В этой удивительной по своей красоте молитве христиане просят сделать их достойными единение с Господом в Таинстве Евхаристии. В обычные дни текст этой молитвы мы слышим только из уст священника перед причастием и читаем в правиле ко святому причащению. Но в Великий четверг Страстной Сединицы «Вечери твоя тайна» поется на литургии несколько раз, в том числе и вместо херувимской песни. Для христиан сегодняшний день, конечно, не просто дата в церковном календаре, ведь Таинство Евхаристии — это основа жизни верующего человека, и порой важнее для ее поддержания, чем лекарство. Я думаю, что это самое главное лекарство. И, конечно, это гораздо больше, чем лекарство. Просто это кислород, это все, без чего на самом деле человек не может жить. Сегодня одна из самых главных литургий в течение года, потому что именно сегодня мы вспоминаем тайну и вечер. И я помню об этом, всегда своим детям рассказываю об этом, помню, что еще буквально сто лет тому назад наши предки, они причащались редко, и вот в этот день они всегда причащались. Сейчас, слава Богу, у нас немножко другая традиция, мы надеемся причащиться в Великую Субботу и на Пасху. Но в исполнительном вечере литургии, конечно, надо быть в храме. По окончании богослужения святейший патриарх обратился к присутствующим и отметил, что причащение святых христовых тайн – это не просто обряд, которому можно прибегать раз в год. Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что причащаться нужно всегда, когда есть в этом духовная потребность. А вот если потребности к причастию нет, и если отсутствие этой потребности мы прикрываем различными такими благочестивыми или псевдоблагочестивыми рассуждениями, вот я не готов, я не все прочитал, я вот чего-то еще не сделал, поэтому и причащаться не буду. Ни в коем случае нельзя, чтобы вот такие ложные аргументы отрывали нас от святой Евхаристии, которая в центре жизни Церкви, которая действительно является таинством Церкви. Поэтому, не причащаясь или редко причащаясь, мы как бы сами себя от Церкви-то и отлучаем. А чем же мы еще можем духовно себя питать? Как не силой божественной, которая является нам и с нами соединяется через причащение тела и крови самого Спасителя. Особенно в наше судьбоносное время, когда по милости Божией укрепляется вера в нашем народе через скорби, через страдания. А ведь чаще всего так и бывает. Там, где идут военные действия, как мне говорили, там нет атеистов. Никто не встает в атаку, заявляя, что я атеист, и никакого Бога нет. Даже он, если и не исповедует веру в Бога открыто, то как часто тайно крестятся или зашивают себе в форму слова 90-го псалма, или иным образом обращаются к Господу. И ведь это от того, что живая реальная потребность есть. Потому что кроме Божьей силы, что еще может спасти человека, поднимающегося навстречу смерти? Тайная вечеря, Великий Четверг, Спаситель установил главное таинство Церкви – Евхаристию. И мы, принимая сегодня и всегда животворящее тело и кровь Христовы, становимся христианами не только на словах, но и сопричастными Господу. Твоя, о Твои, Тебе приносящая, о всех и за всех. Матвей Горбунов, Андрей Андреевских, Кирилл Сусакин, телеканал «Спас». А в эти минуты в Храме Христа Спасителя находится моя коллега Александра Михайловская. Там только что завершилось утреннее с чтением 12 страстных Евангелий и выносом Ризы Господней. Давайте узнаем, как это было. Саша, тебе слово. Здравствуйте, коллеги и все, кто нас смотрит. Мы с съемочной группой сейчас и правда находимся в стенах Храма Христа Спасителя, где буквально пять минут назад завершилась утренняя Великой Пятницы и чтение 12 Евангелий. Эту службу провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это одна из самых удивительных служб, которая вообще существует в Православной Церкви. Она рассказывает нам и показывает нам воспоминания о спасительных страданиях Крестного распятия Его. Изначально описан у нас полный цикл спасительных страданий Господа, начиная от кровавого пота в Гессиманском саду и до Голговского распятия. Сама служба построена довольно просто. Читаются все Евангелия, которые рассказывают о страданиях Христа. Причем отрывки построены и выбраны таким образом, чтобы осветить евангельские события с самых разных сторон. Хочется еще особо отметить невероятно красивые песнопения, которые сегодня пелись между как раз евангельскими чтениями. Они добавляли такой молитвенной атмосферы в храме. Ну а сейчас я предлагаю всем нам послушать то, как Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл читает Евангелие. Давайте услышим эти строки. Речи Господи своим учеником, Ныне прославися, Сын Человеческий, и Бог прославися о нем. Аще Бог прославися о нем, и Бог прославит его в себе, И Аби прославит его. Чада ище с вами мало есть, Взыщите меня, якожерех иудеям, Якожа Амоша Асиду вы не можете прийти, И вам глаголю ныне заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, якожа возлюбих вас, Да и вы любите вы себе. И асем разумеют все, яком мои ученицы, Исте, аще любовь имате между собою. Глаголы ему Симон, Петр, Господи, Камы идеши, отвечаемы ему Сус. Ама же Асиду не можете, Ныне по мне идти, Послежи дижа по мне идите. Глаголы ему Петр, Господи, Почто не могу ныне по тебе идти, Ныне душу мою за тебя положу. Отвещаемый Иисус, Душу ли твою за мя положиши? Аминь, аминь, глаголю тебе. Не возгласит Олег Тардон, Дежа отвершися меня трище. Да не смущается сердце ваше, Веруйте в Бога и в мя веруйте. Спасибо нашей коллеге Александре Михайловской за это включение. Мы будем продолжать. Верни-ка тебе слово. Спасибо. Говорите о полном окружении Артемовской Раны. Пока что под контролем российских сил находится более 80% территории города. Об этом заявил основатель группы Вагнер Евгений Пригожин. По его словам, наши бойцы после массированных артиллерийских и авиаударов продвинулись в южной и центральной части города. Тем временем на запорожском направлении российская артиллерия наносит удары по позициям противника около шести населенных пунктов. На Луганском направлении российские войска при поддержке артиллерии предприняли попытку вновь атаковать Белогоровку. Но пока без видимого успеха. В городе Сватово Луганской Народной Республики из реактивной системы залпового огня «Хаймерс» украинские артиллеристы обстреляли клиническую больницу. К счастью, погибших нет. Между тем, газета «Вашингтон пост» сообщила, что за утечкой из Пентагона секретных документов о военных действиях на Украине стоит 20-летний геймер, который работал на военной базе. Напомним, в сеть попали материалы, где описываются состояние украинских войск, а также планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Речь шла о более ста документах. Ну а прямо сейчас мой коллега Андрей Афанасьев и наш оператор Дмитрий Борисов продолжают работать в Донбассе. Узнаем у них последние новости. Андрей, здравствуй, я приветствую. Также к нам присоединяется и командир батальона имени Евгения Родионова с позывным «Седо». Я вас приветствую, друзья, вам слово. Вероника, дорогие зрители, здравствуйте. Как всегда, у нас был насыщенный день сегодня. Начался он очень рано на богослужении, в удивительном месте. Казалось бы, нас, сотрудников телеканала «Спаса», достаточно сложно удивить храмами, монастырями, какими-то благодатными местами. Мы очень рады, что регулярно можем оказываться в таких святых местах. Но село Коньково и Спас-Преображенский храм, который там находится, это абсолютно отдельная история, и отдельный разговор, о котором можно говорить очень долго. Сельский храм, очень уютный, красивый, замечательный настоятель, замечательные прихожане и святыни с удивительной историей. Иконы, которые сначала были полностью темными, а потом в храме полностью возвращали свой цвет, начинали благоухать. Камень, на котором отпечаталась стопа Богородицы, явившийся там неподалеку людям в 1913 году. Вот такое удивительное место с святым источником, на высоте, которую в свое время отбивали наши войска от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас это тыл, но там тоже лошадные раскаты, и громы, и артиллерии. Что не мешает, конечно, совершаться божественной литургии, на которой мы сегодня присутствовали, поучаствовали в таинствах, слава Богу. Также мы были в Мариуполе. У нас, как вы знаете, есть добрая традиция. В Мариуполе на набережной развивается стяг со спасами рукотворным. В этот раз мы разместили там новый, где есть не только лик спасителя, но и шевроны с изображениями святых покровителей батальонов наших православных. Их уже более 15, их 17, и их число растет. И вот новый стяг... Да, Андрей Афанасьев чуть позже к нам снова присоединиться, а пока мы продолжаем, переходим к другим темам. Епархия Русской Православной Церкви продолжает помогать беженцам, мирным жителям в зоне украинского конфликта и бойцам на фронте. Прихожане храмов в Иксе собрали полтонны гуманитарной помощи. Из Нижегородской области в Донбасс отправился груз с детской обувью, продуктами, средствами гигиены и лекарствами. Более сотни консультаций для переселенцев провели добровольцы Шахтинской епархии. Калининградское епархиальное управление при поддержке местных торговых сетей провело благотворительную акцию «Подари добро на Пасху». Подарки передадут в том числе и беженцам. Тем временем при военном госпитале Ижевска силами прихожан Михаила Архангельского кафедрального собора и движения в честь святителя Луки Крымского открыли молильную комнату. Чин ее освящения совершил митрополит Ижевский и Удмуртский викторин. Пациентам также передали гуманитарную помощь и начали сбор книг для библиотек, которые есть на каждом этаже этой больницы. В Москве епископ Луховицкий Ефимий осветил иконостас, престол, жертвенник и богослужебные сосуды походного храма, который предназначен для совершения богослужений на фронтовых территориях. Храм передали в Дарси на дальнему отделу по взаимоотношениям с вооруженными силами и в тот же день он отправился в зону СВО. Мы с вами, я напомню, тоже можем помочь беженцам, пострадавшим мирным жителям Донбасса и другим нуждающимся. Для этого вы можете отправить СМС на номер 3443 со словом «беженцы». Укажите любую сумму пожертвования. Например, беженцы 500. Андрей Афанасьев снова выходит на прямую связь со студией. Андрей, пожалуйста, да, связь немножко прервалась. Тебе слово. Да, Вероника, к сожалению, не всегда стабильная связь. У нас тут в зоне проведения СВО ничего не поделаешь. Рядом со мной находятся командиры одного из батальонов с православных святых батальона Евгения Родионова. Позывной святой. Товарищ комбат, приветствую вас. Мы передаем в батальон масштабную помощь от благотворительного фонда Сергея Михеева. Сергей Александрович, наш дорогой коллега, друг телеканала «Спас», ведущий программы, регулярно участвующий в наших выпусках. Вот собрали, передали большую необходимую очень помощь. Все для вас, товарищ комбат. Большое спасибо. Сергей Михеев. Сергей Михеев. В общем, большое спасибо всем, кто неравнодушен к нам. Спасибо большое. Мы продолжим собирать помощь нашим дорогим подразделениям с именами православных святых и рассказывать о том, как развиваются события в зоне проведения СОО. Вероника, тебе слово. Андрей, можешь еще в двух словах рассказать о планах на завтрашние и послезавтрашние дни? Мы продолжим навещать подразделения. Не будем называть их названия для того, чтобы сохранить интригу, скажем так, и соображение безопасности. Также мы постараемся побывать на богослужении пятничном, конечно же, погребение Плащаницы. Один из самых драматичных, самый, наверное, драматичный богослужебный чин эпизод, который мы можем наблюдать в ходе подготовки к празднику Светлого Христового Стресения. Постараемся побывать в храме. Страстная седвица по-особому ощущается, по-особому чувствуется, конечно же, здесь, в зоне боевых действий. И пасхальная радость, которая уже кребет, мы уже ее чувствуем, она тоже здесь чувствуется по-особенному. Согласна. Спасибо огромное. На прямой связи со студией был мой коллега, военный корреспондент, телеведущий Андрей Афанасьев и наш оператор Дмитрий Борисов. Смотрите далее в программе. Харуков для воинов в Соловецком монастыре создали знамя с ликом спасителя для духовного кормления бойцов Росгвардии. Преподобный Аполлоний Египетский о жизни и духовном подвиге Святого Дня расскажет далее Игорь Петровский. Об этом и многом другом будем говорить. Оставайтесь с нами на телеканале «Спас». В своей жизни я отправлюсь в пеший путь от Москвы до Соловков. Я получила не только благословение от владыки, он сам поставил мне первую печать в паспорт путешественника. Ну все, путь. Идя по земле, слушайте птиц. Послушайте, как хвалит природа, славит Бога. Крам находится на середине паломнического пути, дорога в Лавру, или как еще называют этот путь, от государя преподобника. Какое сказочное название Плещеево озера. А вон виднеется Александровая гора с памятным крестом. Здесь страшный суд. Мы видим на одной стороне ад, а на другой стороне рай. Стояние было ужасное. Все это 20 лет стояло без крыши. Господь видит эти труды, которые положены. Дом преподобного Сергия находился на том месте, где сейчас находится вот сей храм. Мое паломничество еще только началось, а у меня уже душа переполнена радостью и любовью. К нашим русским полям, лесам, храмам и монастырям. К нашим русским людям. Великая Россия понемногу открывает мне свои дары. И сколько их еще будет впереди. Благословение Господне на вас. Такой благодати человека. Это новый сезон проекта «Пилигрим на Спасе». Пойдемте вместе с нами. «Пилигрим. Великий Северный путь». По субботам в 11.20 на Спасе. Святые. Святые – это обычные люди, но которые проводили свою жизнь в постоянной молитве, посте, воздержании, в исполнении заповедей Божьих и таким образом угодили Богу. За это они получили от Господа особые дары – исцеление, пророчество, чудотворение и после своей кончины удостоились Царства Небесного. Избыток любви, явленный святыми в земной жизни, подвигает их и на небе быть ходатаями за всех людей перед Богом. Святые отцы – это подвижники и учителя, праведники Христовой Церкви, прошедшие в земной жизни деятельный путь очищения от страстей и оставившие людям свои поучения и советы. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям. Подпишись на «Главное». Как говорил наш Мичман, незаввенный, криворучка, уходим по одному, если что, мы – геологи. Авторский цикл Никиты Михалкова «Бесогон». По воскресеньям. Я всегда мысленно благодарю Пресвятую Богородицу, ведь она никогда не оставляла меня. Правда, поняла я это, лишь пережив многие бури и напасти. Иногда я спрашиваю себя, почему мне удалось выжить? Как я спаслась тогда маленькой девочкой, едва не утонув на пляже в гидропарке? Как пережила лихие девяностые, когда многие мои одногруппники погибли в перестрелках или от наркотиков? Как не умерла во время сложных родов? О, сколько ужасного может случиться, если рядом нет того, кто незримо оберегает тебя от всякого зла. И даже если наступают тяжелые испытания, я вижу только одни следы на песке. Следы Бога, который несет меня на руках. Телеканал «Спас» в вашем телефоне и на экране компьютера. Вера. А какое счастье ходить всей семьей на службу. Надежда. Что Господь, вот он, вот он рядом. Терпение. Слово не значит ничего, а значит только, как оно рождается. Прощение. Прощать мы должны в том числе и тогда, когда у нас прощения не просят. Любовь. А о чем еще писать-то по этому? О самом главном. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна». Теперь и на страницах книги. Любое творчество серьезно понятое – это собеседование с ним. Откровение известных людей о Боге, о вере, о личном. То, о чем они никогда раньше не говорили. В новой книге телеканала «Спас» собраны избранные. Это «Вечер на Спасе». Мы продолжаем наш эфир. Федеральная служба безопасности России сообщила, кто подготовил убийство военкора Владлена Татарского. По данным ведомства, статуэтку с взрывным устройством Дарьи Треповой передал гражданин Украины Юрий Денисов. В феврале он прибыл в Москву, из Киева, через Латвию. Какое-то время он собирал сведения о Владлене Татарском. Купил машину, снял квартиру неподалеку от его дома. 2 апреля в Санкт-Петербурге Дарья Трепова пронесла взрывчатку на творческий вечер в кафе «Патриот», где и произошла трагедия. В результате взрыва военный корреспондент Владлен Татарский, это был его псевдоним, его звали Максим Фомин, скончался. 40 человек пострадали. На следующий день Трепову задержали, а вот Юрий Денисов покинул Россию. Сейчас он объявлен в международный розыск. Продолжаем. Новым территорием новые имена. В Мелитополе появились улицы Дарьи Дугиной и Александра Захарченко. Журналист, политолог, философ и первый глава Донецкой народной республики погибли в результате терактов с разницей в 4 года. Дарью Дугину взорвали в собственном автомобиле в 2022 году в Подмосковье. Александр Захарченко скончался в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка. Ранее топоним с именем Дарьи Дугиной появился в городе Ясногорске Тульской области. Переименование коснется других улиц Мелитополя. Из документа, подписанного уже мэром города Галиной Данильченко, следует, что одну из улиц назовут именем Екатерины Великой. Еще три будут носить имена писателей Максима Горького, Корнея Чуковского, Аркадия Гайдара. Появятся также улицы с советскими названиями, как дань историческому прошлому. Уточним, что вопросом переименования улиц в Мелитополе занимается целый совет, в который входят историки, краеведы и общественные деятели. При этом, конечно, учитывается мнение жителей города. До Пасхи мы должны попрощаться с Украинской Православной Церковью. Вот так заявила депутат Верховной Рады Наталья Пипа. По словам народной избранницы, простившись, цитата, с этой организацией ФСБ, которая управляется из Москвы и держит в своих стенах коллаборантов, украинское государство обретет внутренний покой. Между тем, во вторник деятельность канонической церкви запретили на территории Волынской и Ровненской областей. Ранее такое решение было принято Львовской администрацией. Этого же добиваются депутаты Черкасской области. Тем временем, в четверг возбудили дело против Украинской Церкви по факту аварийного состояния исторического здания Киево-Печерской лавры. Речь идет о корпусе номер 112, который раньше был лабораторией инфекционной больницы. В 2019 году здание подожгли. Для капитальной реконструкции сооружения потребовались большие средства. К тому же Министерство культуры тянуло с согласованиями. Поэтому братьям было принято решение законсервировать помещение до лучших времен. Теперь всю вину за разрушение памятника архитектуры власти пытаются переложить на лавру. Глава синодального отдела по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский Кирилл молится о верующей канонической украинской церкви. В своем обращении на имя святейшего патриарха Московского и всей Руси Владыка выразил надежду на то, что Господь не оставит одной из главных колыбелей русского православия Киево-Печерскую лавру и ее насельников. Достаточно вспомнить, что здесь берет начало русское летописание. Именно здесь были созданы выдающиеся памятники древнерусской книжности. Напоминают архиереи Нижегородской митрополии. А в храмах Веленской епархии за каждым богослужением теперь читают особые молитвы о лаврской братьи и об учениках и наставниках киевских духовных школ. Всероссийский Центр изучения общественного мнения узнал о планах жителей России на праздники Пасхи. Встречать Светлое Христово Воскресение празднуют 83% опрошенных социологами. Но на пасхальную ночную службу пойдут всего 6%. Половина жителей России будут готовить специальное блюдо. 40% пойдут в гости или собираются принимать родных друзей у себя дома. Каждый пятый респондент рассказал, что собирается освещать куличи и яйца в планах также поездки на кладбище. А вот жители приграничной Белгородской области, несмотря на неспокойную обстановку, все же надеются отпраздновать Светлое Христово Воскресение. Как рассказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, в храмах, которые находятся в зоне особого риска, а таких на 20-ти километровой полосе около 60, богослужения проводиться не будут. Но всех желающих доставят на автобусах до храмов в безопасной зоне. В церквях же, которые более-менее удалены, запланированы ночные богослужения под контролем полиции, Росгвардии и казачества. ЧП в северной столице. Подросток в одной из школ Санкт-Петербурга выстрелил из пневматического пистолета в четырех учеников. Всех четверых пострадавших отправили в больницу для оказания медицинской помощи. Стрелка доставили в отдел полиции, туда же пригласили его отца. Сам молодой человек объяснил, что устроил стрельбу ради шутки. По совпадению, сегодня утром Верховный суд Татарстана признал Ильназа Гелявиева виновным в убийстве девяти человек в Казанской гимназии в 2021 году. Его приговорили к пожизненному заключению. На момент преступления юноше было 19 лет. Хоруговь. Знамя воинов Христа. Специально для духовного окормления бойцов Росгвардии в Соловецком монастыре создали знамя с ликом Спасителя. Вместе с освященниками стяг побывал во всех, во многих войсковых подразделениях. Подробности в сюжете Ксении Аксеновой. В камуфляжной форме, бронежилетах, но без автоматов. Крест – их главное духовное оружие. Прямо на передовой священники исповедуют, служат молебны и причащают бойцов Росгвардии, помогая сохранить, а кому-то и обрести веру в Бога. Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатью и щедротами человека любит, да простит вас, чада, воины. Я с недостойной протеерей вас сегодня данную прощаю и разрешаю вас от всех грехов ваших во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На этих кадрах за спиной Отца Святослава Харуквь с изображением Спасителя. Возрождая древнюю традицию, ее вышивали в мастерской подворья Соловецкого монастыря в Кимии и прислали в столицу специально для Росгвардейцев. Она была передана мне здесь, когда я уже находился здесь в командировке. Со мной эта Харуквь уже проехала три фронта. Запорожский фронт, Луганское направление и Донецкий фронт. Побывала во многих подразделениях. Бойцы помолились около этой Харукви. Мы везде объясняем, рассказываем, что здесь вложен не только, так сказать, ручной труд, но и труд молитвенный, потому что любой образ Божий, который состоится, он создается с молитвой. Что такое службы на передовое, батюшка знает не понаслышке. Он настоятель храма Сергия Радонежского в Железногорске, однако совершил десятки командировок в горячие точки, духовно окормляя наших солдат. До священства сам служил в спецназе. Приняв сан, снова стал посещать фронтовые участки, но уже в другом качестве. Если раньше, когда ты ехал к бойцам и, ну, предупреждал, что ты приедешь, спрашивал, что вам нужно привезти, и ребята просили там из еды, из продуктов, из вещей, что-то, может быть, что-то из спецоборудования, то уже в период октябрь, ноябрь, декабрь, в основном во всех подразделениях первый вопрос, который был, батюшка, причащать будете. Люди поняли реальность, в чем, где они находятся. Может быть, они и не являются воцерковленными. Крещеные практически все, мало некрещенных. Но вот это внутреннее духовное понимание того, что есть что-то такое, что может спасти и помочь, и вот пока это на инстинктивном уровне у многих, но все это перерастает уже в более осмысленное, в более духовное. Боевое знамя еще в 2020 году в Москву передал настоятель подворья Соловецкого монастыря, Игумен Симеон. И сегодня эта хоруквь, прошедшая уже немало фронтовых дорог, одна из основных святынь главного храма ведомства в Балашихе. Настоятель передал именно подворье Соловецкого монастыря в Кими. И, в общем, эта хоруквь находилась некоторое время в главном храме Росгвардии, равнопостного князя Владимира. И по инициативе заведующим сектором, священника Романа Багдасарова, вот инициатива такая появилась, что эту хоруквь взять в зону СВО для проведения перед ней и молебствий, и чтобы, в общем-то, люди прикоснулись к этой святыне. Сейчас вы сами знаете, что эта хоруквь объехала буквально все подразделения и группировки Росгвардии. Но враг не дремлет. В украинских СМИ появились обработанные фотографии с сообщением, что якобы российским солдатам отец Святослав предлагает молиться не перед образом Иисуса Христа, а перед иконой погибшего в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стримаусова. Фейковая новость за считанные дни разлетелась по крупнейшим телеграм-каналам Украины. Причем очень быстро было это сделано, потому что буквально два дня до этого мы были в этом подразделении, проводили вот эти мероприятия, большое количество было бойцов. И через два дня уже мне прислали такую красоту. Для меня это лучшая оценка моей деятельности. Значит, что-то их задевает. Харуквь – знамя воинов-спасителя. Еще в допетровские времена в бой шли под стягами с ликом Христа, а значит, были на стороне Бога и против зла. И сегодня не может быть сомнений в том, что добро победит зло. Свои командировки по боевым подразделениям Росгвардии с воинским знаменем священники продолжат. Ведь сейчас главное – укреплять боевой дух и веру наших защитников. В северо-восточном округе Москвы по программе строительства новых православных церквей возведено 11 храмовых комплексов. Пять храмов строятся. Еще на одной строительной площадке готовы начать работы. В непосредственной близости от Ярославского шоссе вырыт большой котлован для будущего храма в честь иконы Божьей Матери от рада и утешения. На территории уже есть временная деревянная церковь. Приходская община образовалась в 2017 году и с тех пор постоянно пополняется. Молодежный клуб прихода – это дружный коллектив, всегда готовый принять в свои ряды всех желающих. Новый белоснежный пятиглавый храм вместимостью 500 прихожан спроектирован в традициях древнерусской архитектуры. На территории предусмотрено строительство двухэтажного приходского дома для классов воскресной школы и других направлений деятельности общины. Накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, именуемого в народе Вербным Воскресением, архиепископ Егорьевский Матфей совершил чин освящения закладного камня и заложил капсулу с памятной грамотой в основание строящегося храма иконы Божьей Матери от рада и утешения. И благослови настояние Твое, и благослови настояние Твое. Вербы, которые сегодня люди будут освящать в храмах, символизируют жизнь вечную, символизируют духовную весну, которая наступает, и календарную весну, которую мы сегодня видим, и духовная весна, которая наступает в преддверии пасхальных событий. Поэтому, конечно, сегодня то, что мы совершили чин освящения закладного камня, оно усиливает вдвойне это радостное чувство для прихожан. И мы это убедились в настроении наших жителей, жителей Ярославского района, которые собрались сегодня на этот замечательный чин по благословению святейшего, который мы сегодня совершили. У нас есть уверенность, что в ближайшее время будет сделан фундамент. А что такое фундамент? Фундамент – это значит, будет храм, который в будущем году можно будет сдать, и люди, прихожане, жители ближайших домов смогут приходить к себе сюда, как говорится, и не тратить время на транспорт, особенно пожилые люди, дети, ездить, так сказать, в другие районы. Поэтому наша сегодняшняя задача – именно строит храмы шаговой доступности. В 15 лет он ушел из дома в пустыню. Там провел в монашеских подвигах 40 лет, питаясь только дикими растениями. А позже он основал обитель, в которой постепенно собралось около 500 иноков, преподобный Аполлоний Египетский. О жизни и духовном подвиге святого расскажет Игорь Петровский. Имя этого святого было широко известно в Византии благодаря минологию императора Василия II. Это краткое описание жизни святых с очень красочными иллюстрациями. Император, при котором киевский князь Владимир принял крещение и крестил Русь, не очень любил чтение, а зато с любобытством всегда смотрел картинки. А в XII веке имя этого святого стало известно на Руси благодаря тому, что минологию Василия II перевели на славянский и назвали прологом. Сборник житий древних святых был настолько популярен в русском народе, что его часто редактировали и пополняли, так как без иллюстрации минология Василия повествование все-таки казалось очень коротким. А в XVI веке этот святой стал чрезвычайно популярен у нас на родине, так как святитель московский Макарий расширил его житие и поместил его в великих минеях четьих, то есть в большом сборнике, который содержал не богослужебные тексты, а житийные, и был предназначен не для пения в храмах, а для чтения на дому. Сегодня день памяти преподобного пустынника Аполлония Египетского. В 15 лет он ушел в египетскую пустыню, где стяжал многие духовные дары. Он не проповедовал словом, точнее, не только им. Сам его внешний вид, сияние его лица и внутренняя сила, которую чувствовали каждый, кто приближался к преподобному, вот порой они воздействовали на людей посильнее многих слов. Когда жители соседних сего монастырем деревень бросались друг на друга в гневе, готовые истребить один другого за какие-то бытовые конфликты, достаточно было ему просто появиться, чтобы все отрезвели и успокоились. Однажды он появился на какой-то языческой церемонии, после чего ее участники сожгли идола, а некоторые даже ушли с ним в пустыню в его монастыре. Вскоре во всей округе не осталось ни одного язычника. Когда император Юлиан Отступник набирал для похода против перцев рекрутов в солдаты, он схватил одного инока из монастыря Аполлония. Преподобный явился в гарнизон, но тут же был арестован. Однако ночью стража не смогла даже пошевелиться, и все оковы распались, и Аполлоний вывел рекрутированного в армию императора-язычника юношу на свободу, удалившись с ним обратно в свою обитель. Аполлоний был невероятно милостивым и добрым старцем. Когда по всей округе наступил голод, его монастырь играл роль такого гуманитарного склада. Они собирали откуда могли и раздавали продукты в голодающие деревни. Но скончался преподобный Аполлоний египетский пустынник в 395 году. И благодаря минологию Василия, славянскому прологу и чете Минеи Макария, о его подвиге узнал весь православный мир. Его же молитвами укрепи и нас, Боже. Смотрите далее этим вечером на Спасе. Новомученик дня, актер театра и кино Юрий Батурин в нашем специальном проекте о духовном подвиге жертв кровавого лихолетия. Оставайтесь на телеканале Спас. Игорь Петровский Тест на правду Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое – Бог и человек. История – это откровение. О Творце, Его замысле и о нас самих. Кто мы? И что можно понять про нас, поняв нашу веру? Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит – значит понять Россию. Значит назвать имя России. Информация о продаже книги Бориса Корчевникова «Имя России» на сайте спас-тв.ру Мы увидели нашу страну. Мы были там, где бьется сердце России. Мы молились, искали, любили, плакали и смеялись тоже. Мы увидели подлинную, сокровенную Россию. Мы открыли ее вместе с вами. Приветствуем тебя, вольный, стольный господин Ксков. Мы в Тверской области, Ленинградскую область, Владимирскую область, Нижегородскую область. Мы в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде. Мы в Костроме, Волото, Карелия. Мы в Калуге, в Москве, в Сергиевом посаде. Привет, Ярославы! Мы приехали. Святыни России. Спас. Подпишись на «Главное». Русский народ Есть особенный народ В целом свете, Который отличается догадкой, Умом, Силой. Я знаю это По двадцатилетнему опыту. Бог дал русским Особые свойства. Верю, Взойдет звезда Востока, Откуда должен Воссиять свет, Ибо там, В России, Больше, Чем где-нибудь Хранится под пеплом Духа, Мощи И силы. Вера. А какое счастье Ходить всей семьей На службы. Надежда. Что Господь, Вот он, Вот он рядом. Терпение. Слово не значит ничего, А значит только, Как оно рождается. Прощение. Прощать мы должны В том числе и тогда, Когда у нас Прощение не просят. Любовь. А чем еще писать-то По этому? О самом главном. Авторская программа Владимира Легойда Парсуна. Теперь и на страницах книги. Любое творчество Серьезно понятое, Это собеседование с ним. Откровение известных людей О Боге, О вере, О личном. То, о чем они Никогда раньше Не говорили. В новой книге Телеканала «Спас» Собраны избранные интервью Владимира Легойды С актерами, Учеными, Священниками, Режиссерами И многими другими. Подробную информацию О книге Вместе с актером театра и кино Юрием Батуриным Мы продолжаем Рассказывать вам О жертвах Безбожного лихолетия. Мы вспоминаем Сергия Заварина, Пресвитера Любимского. Великий новомучеников Прославлен и его сын Борис, Расстрелянный в 37-м году. Не прославлен, Но также казнен За служение церкви Его родной брат, Священник Николай. Сам батюшка Скончался в заключении. А подробнее о жизни Скорбях отца Сергия Новая серия Документального проекта Новомученик Дня Далее. На Дмитриевскую субботу 30 октября 37-го года в деревенский храм вошли сотрудники НКВД. В алтаре К лицом ко входу Стоял священник. Богоборцы Обступили священника, Не давая ему уйти. Кто-то встал К северным вратам, Кто-то к южным. Один из них Поднялся через Царские ворота К престолу. Он предложил Священнику прекратить Службу И снять с себя сам. Тот повернул голову К чекисту И медленно, Уверенно сказал Я с верой родился, С верой и умру. Отец Сергий Заварин Последний раз Поклонился пастве И последовал За пришедшими Навстречу С Господом. Имя Сергей Константинович Заварин Год рождения 1885-й Место рождения Село Вознесенское Любимский уезд Ярославской губернии Образование Ярославское Духовное семинария Должность Настоятель Церкви Троицы Живоначальной Села Троицы Закужье Любимского района Ярославской области Арестован Как организатор Контрреволюционной Церковной группировки Приговорен К десяти годам Исправительно-трудовых Лагерей В 1937 году Председатель Бормановского Сельсовета Отправил В НКВД Донесение Довожу До вашего Сведения Что в нашем Бормановском Сельсовете Работает Группа Церковников Возглавляемая Попом Завариным Товарищ Начальник НКВД Мне чего-то Подозрительно Что поп Заварин Часто получает Из буя Посылки Под видом Свечей Я считаю Нет ли чего В этих Свечах Сочиномученик Сергий Был арестован В Троицком Храме Арест Происходил Очень подло Это было сделано Во время Богослужения При свидетелях В чем была ошибка Собственно говоря Гонителей Церкви Потому что Те люди Которые стали Свидетелями Ареста Священомученика Сергия Заварина Они же Потом Свидетельствовали И о подвиге Этого Священомученика Путь На русскую Голгофу Начался Для протеерея Сергия Заварина Задолго До ареста Еще В 1927 Году Священник Служивший В храме В селе Троице Закулжье Отрекся От сана На его место И пришел Будущий Священомученик Как только Он появился В селе Власти Начали Активно Изводить Клирика Обвиняли его В потраве Овса Обвиняли его В том Что он Отговаривал Селян Сеять Зерновые И Уговаривал Их Не прекращать Сеять Лен Говорят Что Вы сейчас Лен Не посеете А потом Будете Ткань Покупать За очень Очень Большие Деньги То есть По сути дела Руководствовался Отец Сергий Не контрреволюцией А руководствовался Любую К своим Прихожанам И прихожане Отвечали искреннему Батюшке Любовью Когда За непоставку Молока Власти ему Выписали Очень крупный Штраф Простые Крестьяне Насобирали Целых 400 рублей Баснословную По тем временам Сумму Понимая Что просто так Со священником Расправиться Не удастся Началась Стандартная Травля Приговорили Батюшку К 10 годам Лагерей Ну Человек Он уже был Скажем так В летах Плюс тяжелая Крестьянская Жизнь Ведь священник В селе Это в первую очередь Труженик И такой приговор В таких Тяжелых условиях Конечно Он изначально Был смертным Для него Память священномученика Трепетно Сохраняется На Ярославской Земле Совсем Недавно В 2021 Году В деревне Вахрамейка Построили храм Освященный В честь Отца Сергия Родился он Неподалеку От этой Деревушки В селе Вознесенском 22 сентября 1885 Года Его отец Служил Простым Сельским Священником Вместе С матушкой Они воспитывали Пятерых Детей Отец Священномученика Сергия Заварина Был Благочинный Любимского Округа Благочинный Тех времен Это конечно Была очень Значимая фигура Поскольку Епархии Были Просто Гигантских Размеров И благочинные Они фактически Были такими Маленькими Местными Архиереями То есть Это человек Наделенный И большими Полномочиями Пользовавшийся Большим Уважением У отца Священномученика В гостях Были Разные Именитые Люди В том числе Будущий Патриарх Тихон В 1913 году Ярославские Ипорхиальные Ведомости Писали Как будучи Архиепископом Ярославским Святитель Тихон Посещал По просьбе Прихожан Село Афанасьевское На обратном пути Заехал В село Вознесенское Здесь Осмотрев церковь Зашел К местному Благочинному Константину Заварину Где ему Были предложены Чай И закуска Возможно Именно На встрече С будущим Патриархом Так укрепили Веру В отца Сергии Что он В годы Богоборчества Отказался Оставить Сам Несмотря Ни на какие Угрозы И преследования Не побоялись Богоборцев И его Ближайшие Родственники Первым Пострадал Был от безбожной Власти Сын Отца Сергия Соломщик Одного из Сел Ростовского Уезда Ярославской Губернии Борис Священномученик Борис Был арестован За год До ареста Своего отца Следствие Велось Три дня ПГТ Пречистое Здесь тоже Оно Недалеко Находится Там же Его приговорили Его Еще нескольких Священников За контрреволюцию Приговорили К высшей Мере Наказания Священномученик Борис Заварин Был расстрелян В городе Волода И похоронен В безвестной Могиле Младший брат Батюшки Николай Константинович Священник Троицкой Церкви Села Юнсна Нерехтского Района Был обвинен В организации Церковно-монархической Группы Расстреляли Его 21 сентября 1937 Года Не выдержав Потери Родных И страшных Испытаний Лагерной Жизни Священномученик Сергий Заварин Скончался Через полгода После ареста В 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Причислил Протерея Сергия Заварина Клику Новомучеников Храм В котором Служил Батюшка Из которого Он Отправился На свой Крестный Путь Сегодня Заброшен И все Его три Престола Святой Троицы Святителя Николая И Святого Великомученика Димитрия Солунского Пустуют Люди Ушли Из когда-то Уютного Доброго Сева Троица Друзья Вернемся После небольшой паузы Прочтем Евангелие Этого дня Вера На этом месте Почти 700 лет назад Будет заложена Церковь в честь Пресвятой Троицы Так начнет свою историю Троица Сергия Валабра Духовное сердце России Вызовы Частичная военная мобилизация Если для резервистов Она и вправду частичная То для верующих людей Наступила мобилизация Полная Человек Мы находимся на территории Храма Благовещения Пресвятой Богородицы В Петровском парке Именно за его алтарем И похоронен Отец Дмитрий Смирнов История И будущее Достижения И ошибки Герои прошлого И современники Которыми мы гордимся Мы ответственны За будущее нашей страны Точно так же Как было ответственны Александр Ницкий И Данил Галецкий Разгадать русскую тайну Как и почему Москва стала центром Православной России Что такое Духовная мобилизация И почему так важно Знать историю Своего народа Это Русский мир Программа не о политике А о каждом из нас По субботам В 21.20 на Спасе Когда надо крестить ребенка Определенного времени Для совершения таинства Крещения младенцев Церковными правилами Не установлено Православные христиане Обычно крестят своих детей В период с 8 по 40 день жизни Откладывание крещения детей После 40 дня рождения Нежелательно Это свидетельствует Об отсутствии веры У родителей Лишающих своего ребенка Благодати церковных таинств Для того, чтобы окрестить ребенка Надо узнать расписание Совершения крещения в храме И прийти к назначенному времени Принести с собой крестик Желательно на ленточке Крестительную рубашку И полотенце Для младенцев Обязательно крестные Которые должны быть крещенными И верующими Евангелие говорит Что у каждого человека в мире Есть ангел-хранитель Крещение дает возможность Особенно глубокого И серьезного общения Человека и ангела Возможность ангелу Вести человека К спасению Оберегать его И наставлять Человек становится Способен К некоему Духовному слышанию Духовному разговору Со своим Небесным покровителем Это итоговая программа Главное События недели О которых говорят все И то, что увидели Только мы Главное с Анной Шафран По воскресеньям И на нашем Рутюб-канале Книга Имя России Духовная история страны Известного журналиста И телеведущего Бориса Корчевникова Уже в продаже Историю пишут двое Бог и человек История Это откровение О Творце Его замысле И о нас самих Кто мы И что можно понять про нас Поняв нашу веру Понять логику Творца Смысл Причины И цель всего Что с нами происходило И происходит Значит понять Россию Значит назвать Имя России Информация о продаже Книги Бориса Корчевникова Имя России На сайте СпасТВ.ру Не плачь Вот лев от колена Иудина Победил У Бога не останется Бессильным Никакое слово Все чего не будете Просить в молитве Верьте что получите И будет вам И глухих делает Слышащими И немых говорящими Невозможное человеком Возможно Богу Что вы так боязлило И если Бог за нас Кто против нас Это вечер на спасе Провожаем день Вместе с вами Около девятого часа Возопил Иисус Громким голосом Боже мой Боже мой Для чего ты меня Оставил Осуждение на смерть Крестное страдание И погребение спасителя Мы вспоминаем События Великой Пятницы Пришло время Прочесть месть Евангелия дня Отец Дмитрий Будьте добры Сегодняшний отрывок Мы прочитаем Сейчас одно Из страстных Евангелий Евангелие от Матфея Глава 27 Стихи С 45 По 54 От шестого же часа Тьма была по всей земле До часа девятого А около девятого часа Возопил Иисус Громким голосом Или, Или Ламасово хвани То есть Боже, Боже мой Для чего ты меня оставил Некоторые из стоявших там Слыша это говорили Илью зовет он И тотчас побежал Один из них Взял губку Наполнил уксусом И наложив на трость Давал ему пить А другие говорили Постой, посмотрим Придет ли Илья Спасти его И Иисус же Опять Возопив громким голосом И спустил дух И вот Завеса в храме Раздралась надвое Сверху донизу И земля потряслась И камни расселись И гробы отверзлись И многие тела Усопших святых Воскресли И выйдя из гробов По воскресенье его Вошли во святой град И явились многим Сотник же И те, которые с ним Стерегли Иисуса В виде землетрясения И все бывшее Устрашились весьма И говорили Воистину Он был Сын Божий Невероятно долгий день Великой Пятницы Насыщен событиями Всевозможными Но все-таки Если уместить В короткий разговор Чему нас Учит эти события Господь Пришел На землю Для того Чтобы Исцелить нас Нашу поврежденную Природу После Грехопадения Адама В начале поста Как раз Вот эти все события Мы читали О грехопадении Что произошло Повредилась наша душа Повредилась наша природа И об этом мы Видим уже В первом поколении Детей Адама И Евы Как Каин Убивает Авеля Злоба Зависть Повредили нашу душу И мы Вот это вот Повреждение Мы его наследуем И Мы рождаемся уже С поврежденной Душой Плюс еще Во время жизни Мы приобретаем Пороки Страсти И Господь Как раз Пришел Вот для того Чтобы исцелить Как то Повреждение Души Которое возникло В результате Грехопадения Так и Наши Приобретенные Уже в течение жизни Пороки И И наклонности Греховные Вот для этого Пришел Господь Чтобы мы Исправили Свою жизнь Но Это Это касается Не только Здесь Временной жизни Это касается Еще и Вечной жизни Ведь до Того Как Христос Сошел в ад А эти события Будут вспоминаться В Великую Суботу Никто Не попадал В рай Господь Открывает Рай Господь Выводит Адама И Еву Из Ада И мы Получаем Возможность Не только Здесь Исправить Свою жизнь Жить Более Нравственно Более Совершенно Но и Получаем Возможность Войти За Христом Войти За Адамом С Евой За святыми За праведниками Войти В рай И Пребывать Там Вечно С Богом Вот это Глобально Событие Которое Сделал Господь Своим Страданием Он Пришел Он Пострадал Мы Сегодня На Страстных Евангелиях Завтра На Часах Все эти События Воспроизводим Убийство Господа Его страдания Издевательства Над ним Вот это Вот все Господь Который сотворил Все Он сотворил Небо Землю Весь Весь Мир Всю Вселенную Господь Сотворил И он Стал Человеком Он Претерпел Вот эти Издевательства Для того Чтобы мы Исправили Свою жизнь И мы Вошли В рай Каждый Из нас Аминь Спасибо Господи Адзи Дмитрий Давайте Сейчас Вместе Помолимся О наших Воинах Ко Пресвятей Владычицы Нашей Богородицы Помолимся Пресвятая Богородица Теплая Наша Заступница И спасение Всем Призывающим Тя Не имамы Иные помощи Разве Тебе Владычице Ты Боедина Надежда И упование Наша Не презри Слез Наших И не отри Не усердных Молений Но спаси От смерти И от бед Сохрани Воинов Наших На поле Брани Сущих Укрепи Их дух Утверди В заповедях Сына Твоего Умножи В них Веру Просвети Ум Дашь Мужество Во бронях Да непорочно Исполнивши Ратное Служение Целый И невредимый Возвратятся В дом И своя И прославят Пресвятое Имя Отца И сына И святаго Духа И Твое Милостивное Заступление Аминь Аминь Спасибо большое Отец Дмитрий Я думаю Сейчас Всем нам Стоит Подумать Ведь Великая Пятница Один из самых Скорбных дней Для всех православных христиан Мы знаем Что Христос Обязательно воскреснет Но пока что Мы стоим В этой толпе И смотрим Как распинают Нашего Спасителя Давайте помолимся Друг о друге И да поможет нам Господь Мирного неба Друзья Мирного неба Спасибо за субтитры